Это уже стало хорошей традицией проводить в оздоровительном лагере «Ровесник» межрайонный слёт молодых специалистов в конце сентября. Педагоги из четырёх городов районов Краснодарского края прибыли на побережье Азовского моря, чтобы, как говорится, на других посмотреть и себя показать. И это им вполне удалось. Молодые представители учительского сообщества – люди образованные, инициативные, творческие, и потому их очень радуют такие слёты. Команды молодых учителей из Новороссийска, Крымского, Калининского и Славянского районов прибыли в лагере, расположенный в Очуевском сельском поселении. К их приезду здесь всё было подготовлено к проведению очень важного мероприятия. Сегодня мы проводим традиционный слёт молодых учителей уже в десятый раз. Мы продумали для наших конкурсантов различные испытания. Они проходят соревнования по станциям, они состязаются в интеллектуальных играх, они готовы принять участие в спортивной эстафете, но победит сильнейший. Ждём результатов. И все участники команд готовились к этому, конечно же, волновались. И всё же положительный настрой брал верх. Молодые педагоги были уверены в своих силах. По традиции первым конкурсом стала визитная карточка. Здесь команда могла проявить все свои лучшие стороны. Очень важно было сразу же уверенно заявить о себе, выступив на хорошем уровне. После удачного старта и другие станции покорялись участникам слёта. Хочется сказать, что очень здорово. Действительно, это нужное такое мероприятие. Мы с ребятами, например, некоторыми не виделись. Я ещё намного так старше них. Поэтому мне прям интересно было с ними, со всеми познакомиться. Не только со своего района, но и с гостями, конечно же. Интересны были станции. Мы показали себя, наверное, со всех сторон. То есть мы интеллектуалы и творческие люди. Вот сейчас спортивная нас ждёт. Немножко пугает, но мы это тоже всё пройдём. Хочется, чтобы действительно таких мероприятий было больше. Важным событием для молодых учителей стал приезд сюда депутата Законодательного собрания Краснодарского края Виктора Чернявского, который поделился с участниками слёта своим большим педагогическим опытом. Когда мы видим в этих наших детях, вот этих ребят, которые каждый со своей изюминой, каждый со своими качествами, ты начинаешь их понимать, любить, ради них стараться. Главное – попасть в хороший коллектив, в хороший наставник, утвердиться в своей профессии и так далее. Попробовать надо. Раз мы попробуем, молодцы. Виктор Чернявский также ответил на вопросы собравшихся. Участники слёта с пользой для себя прошли через путешествия по станциям. Каждая из них требовала талантов, знаний и умений, а также желания работать в команде. Очень ценно, что педагоги познакомились, обменялись опытом. Задача основная – это, конечно, объединить педагогические ресурсы, потому что здесь у нас не только ребята из нашего района, но и ребята из соседних районов. Всегда очень интересно узнать, как живут педагоги в соседних школах, они только там ходят в соседние классы, но и решают задачи на уровне района. Участие в слёте помогает проявить и развить способности, которые нужны молодым педагогам для профессионального роста. Ведь настоящий учитель не только преподает свой предмет, у него должны быть навыки психолога, актера, общественного деятеля. После подведения итогов были названы призёры слёта. Лучшей стала команда филиала КубГУ в Славянске-на-Кубани. Второе место разделили Славянская и Новороссийская команды учителей. На третьем – команда Калининского района. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».